Жителям Вышнего Волочка рассказали о тайном визите Муслима Магомаева в город. Презентация буклета о жизни музыканта состоялась в Центральной библиотеке Волочка. О том, как прошло мероприятие, сюжет наших коллег ТРК Вышневолодского телевидения. В Вышневолодской Центральной библиотеке прошла презентация буклета «Вышний Волочок живут во мне воспоминания». В нем собрана информация о жизни Муслима Магомаева в городе. Впервые Муслим Магомаев приехал в Волочок со своей мамой Айшет Кинжаловой. Она была ведущей актрисой Вышневолодского драматического театра. Здесь 9-летний Муслим знакомится с Валентиной Шульгиной, педагогом по классу фортепиано, которая стала его любимой учительницей музыки. Он пробыл в городе всего несколько лет. В 1953 году Муслим Магомаев уезжает в Баку. Артист несколько раз возвращался в Вышний Волочок, в том числе, будучи известным по всей России. Ну, как бы встреча была такая на улице, спонтанная, в 65-й год. Вот мы девушки, 15-летние, гуляем по проспекту. Вот здесь как раз место памятника Венецианова, здесь еще памятник Владимира Ильича Ленина стоял. И как раз вот вдруг проезжает машина. Ну, такая нетипичная машина для нашего города. Мы обратили внимание сначала на машину, потом смотрим, а там Муслим Магомаев в машине сидит. Редактор Вышневолодского издательства «Истоки» Ольга Копьева не один год собирала информацию об этих визитах. Она узнала о том, что Муслим Магомаев тайно посетил Вышний Волочок в 1966 году, когда его выступления запретили по всей стране. Но в 1966 году, в июле, он никак не смог не приехать в Вышний Волочок, потому что его любимая учительница Валентина Михайловна Шульгина отмечала свой юбилей. Он приехал сюда тайно и дал небольшое закрытое выступление, которое состоялось в Доме учителя. Послушать о тайном визите Муслима Магомаева пришли не только вышневолочане, но и поклонники артиста из Мурманска, Санкт-Петербурга и Москвы. «И очень хотела бы поблагодарить жителей города за то, что Муслим полюбил Россию. И он так поэтично о ней сказал, о вашем городе, выразив свою любовь именно к России. И поэтому он не называет себя, не причисляет себя к человеку какой-то одной национальности, а он всегда говорит «мой отец Азербайджан, а мать Россия». И именно, я думаю, благодаря городу вышневолочу. Зал библиотеки не вместил всех желающих узнать о жизни и творчестве артиста. Поэтому мероприятие решили повторить.